Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает передача. Неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Я ее ведущий Анатолий Червец. Все вы, которые сможете участвовать в этой передаче, набрав номер телефона 847-400-5200, вы можете нас видеть и слышать у нас на веб-сайт radio-nvc.com, либо на нашей страничке Facebook Radio NVC, либо на нашем канале в YouTube Radio NVC. Ну и, конечно, мы всегда напоминаем о том, что если вы выходите на наш канал в YouTube, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Все, что для этого нужно сделать, это нажать кнопочку subscribe, и вы сможете спокойно и свободно слушать наши передачи и получать последнее известие от нашей радиостанции. Ну, а сейчас, дорогие друзья, давайте начнем нашу передачу. И, конечно же, о чем еще мы можем сегодня говорить, как не о том, что, во-первых, сегодня состоялась пресс-конференция. Наш генеральный прокурор нашей страны, Уильям Барр, давал пресс-конференцию по поводу рапорта Мюллера, который он готов предоставить в Конгресс, и очень знаменателен факт того, что во время пресс-конференции рядом с нашим генеральным прокурором стоял заместитель генерального прокурора, довольно известная личность по имени Рад Розенстин. Конечно же, все это было сделано не случайно, потому что мы все прекрасно помним, что Рад Розенстин был как раз тем человеком, который, в принципе, и дал ход специальному расследованию, нанял специального, или назначил специального прокурора в лице Роберта Мюллера, и поэтому это чисто символично правильно, чтобы он присутствовал на пресс-конференции, где объявлялось о предоставлении этого рапорта Конгрессу. Конечно же, этот рапорт, несмотря на все уловки, угрозы и старания со стороны демократов, которые кричали, что они должны увидеть этот протокол, вернее, этот рапорт, не отредактированным, что вполне нарушало бы закон, вынесенный Конгрессом в 1999 году, и это все прекрасно понимают и знают, но, тем не менее, попытка не пытка, как мы все помним это выражение, и вот это то, что демократы требовали. И самое интересное то, что, прошу прощения, самое интересное то, что вчера вечером я как раз с большим интересом слушал передачу Шана Хеннеди, до него Атака Карлсона, и это было очень и очень, опять же, символично, вернее, это было ожидаемо, но, тем не менее, неожиданно. Вот при том, что все наши демократы кричали с пеной у рта, что они должны увидеть этот протокол и так далее, они точно так же вчера вечером, уже это было достаточно по восточному времени, я имею в виду Нью-Йоркскому, Вашингтонскому, это уже было где-то в районе 9.30 вечера, когда демократы сделали запрос нашему генеральному прокурору о том, чтобы он отменил свою пресс-конференцию и отложил ее до тех пор, пока демократы не увидят этот репорт в первую очередь. Мы все понимаем прекрасно, почему это было сделано, почему был такой запрос. И демократы, и республиканцы, и все мы, дорогие друзья, мы прекрасно понимали, что будет в этом рапорте. Мы понимали, мы не знали, но догадаться было нетрудно по одной простой причине. Такой человек, как Уильям Барр, который является нашим генеральным прокурором, это человек очень действительно порядочный, честный, уважает букву закона. И когда он увидел полный, не отредактированный рапорт Мауэра, он составил так называемое резюмирующее письмо в Конгресс, потому что он понимал, что если он его не составит, значит, его будут обвинять в том, что он занимается укрывательством. Если он его предоставил, или когда он его предоставил, конечно же, кричали, что это такое, как можно было уложить репорт 400 страниц на каком-то письмишке в 4 странички всего-навсего. Но, тем не менее, Уильям Барр предоставил свое резюме по этому репорту в Конгресс. И, в принципе, мы все прекрасно понимаем такую вещь, что Уильям Барр, он бы не стал заниматься ерундой в виде подделки или в виде неправильного резюмирования этого репорта по одной простой, по двум причинам. Причина первая, потому что после того, как он составил это резюме, он понимал прекрасно, это человек, который с огромным опытом в юриспруденции, это человек, который дважды был генеральным прокурором. Он прекрасно понимал, что ему не избежать того, что редактировать этот репорт ему придется вместе с участием того же Малера, с участием Рад Разенстина и, может быть, даже некоторых еще адвокатов, которые занимались расследованием. Так вот, он прекрасно понимал, что, ну как, он не может сказать то, чего не написано в репорте, потому что его тут же не только обвинят, но и поймают во лжи. Вернее, вы понимаете, да, что для него это было бы неприемлемо. Поэтому все то, что он указал у себя в резюме, это было просто чисто короткое, четкое резюме того, что было, о чем было сказано на этих четырехстах страниц. Это первая причина, почему он не мог это оболгать. Вторая причина, это, конечно же, то, что он даже не сомневался. Почему? Потому что демократы об этом говорили уже заранее, как только они узнали, что в репорте Мауэра написана вот такая вот ситуация, где Трамп, полностью с Трампа снимается обвинение в сговоре с Россией и не будут выданы рекомендации по его обвинению в препятствии самосудию, как только демократы это увидели, первое, что они сказали, это они обвинили Мауэра в том, что он перекинулся на сторону республиканцев и теперь он работает заодно вместе с Белл Бар на Трампа. Это было первое обвинение. И следующее, что сказали демократы тут же, это мы требуем того, чтобы Роберт Мауэр выступил в Конгрессе и в Сенате и ответил на наши вопросы. То есть, зная все это, генеральный прокурор, ему не было смысла лгать. Почему? Потому что вы же понимаете, что если бы там что-то было малейшее, не то, написано в его письме, это все бы всплыло во время слушания в Сенате и в Конгрессе. К этому ко всему еще Уильям Бар наш генеральный прокурор он сам предложил представителям двух комитетов Конгресса это комитет юридический комитет или Judiciary Committee и комитет по расследованиям, то есть Investigation Committee. Он сам предложил, что как только он выдаст на гора отредактированную версию репорта Баб Малера, он абсолютно спокойно предложил свое участие в слушаниях в Сенате и в Конгрессе. Мало этого, мы знаем о том, что Билл Бар даже предложил дату, когда он будет готов отвечать на вопросы сенаторов и конгрессменов. Эта дата была зарегистрирована как 1 мая тогда, когда он должен был выступить в этих слушаниях. И тут же, если я не ошибаюсь, то ли 24-го, то ли 25-го мая должен выступить в Конгрессе Роберт Малер для того, чтобы ответить на кое-какие вопросы. Это то, что мы, или, это то, о чем было сказано в пресс-конференции, это также было учтено в том, что рапорт будет предоставлен буквально в течение полутора часов после пресс-конференции на рассмотрение Сената и Конгресса, он должен был быть доставлен, прошу прощения, не Сената и Конгресса, а Конгресса, он должен был быть доставлен в Конгресс где-то в районе 11-30-12 часов по полудню по Нью-Йоркскому времени, и все это должно было произойти на нескольких, ну, мы их называем сидишки, да, вот эти вот DVD, CD, уже в отредактированном виде, то есть, вот это то, что было все известно на пресс-конференции, плюс к этому Уильям Барр объявил такую вещь, что по материалам этого рапорта четко было дано определение самим Робертом Малером в том, что после кропотливого следствия, в котором участвовали там 17 ФБР следователей, и где было выписано две с половиной тысячи, по-моему, повесток, и были вызваны 500 свидетелей, и в общем, опрошены, вернее, 500 свидетелей. После всего этого было сделано заключение самим Робертом Малером в том, что никакого сговора с Россией во время предвыборной и выборной кампании Трампа найдено не было ни в отношении Трампа, ни в отношении его окружения. То есть, это был категорический ответ в том, что никаких вопросов по поводу Калужин быть не может и не должно быть. Это точка. Дальше. Проблема состоит в том, что Малер оставил дверь открытой для разных толков или толкований его заключения по поводу конспираси. То есть, там было указано 10 случаев, которые расследовались Робертом Малером и его командой, где Трамп подозревался в препятствии правосудию. Один из этих 10 случаев это была просьба Трампа к Коми на то время директору ФБР о том, чтобы он полегче относился к Флыну. И мы теперь понимаем почему. Дорогие друзья, я, что я вам должен сказать изначально, причем это не поучение, я просто хочу заострить внимание ваше на том, что если мы на секундочку забудем полностью абстрагируемся вообще от ситуации с Калужин, вот просто представьте себе, что ее нет. Вы можете себе представить состояние Трампа, который знал абсолютно определенно точно и бесповоротно безоговорочно о том, что никакого Калужин не было, никто ни с кем не договаривался, никто ни с кем ничего не обговаривал. и вдруг вы узнаете, вот вы все один Трамп, да, вот вы узнаете о том, что генерал, который 33 года верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки, который не раз рисковал своей жизнью, который не раз приводил нас к определенным военным победам и достижениям, что этот генерал обвиняется во лжи ФБР только потому, что он, видите ли, не сказал следователям о том, что он встречался с Кисляком, причем абсолютно это не было целью встречи, это просто вот так, то есть мы знаем, да, что все, которые участвуют в предвыборной кампании, потом, которые участвуют в транзишенал так называемом периоде, где происходит передача власти от одного кабинета другому, по-любому всегда всех кто-то с кем-то всегда встречается, так вот, Флын один раз встретился с Кисляком, причем это было абсолютно, то есть обычная встреча, это не было какой-то официальной встречей, где присутствовали, как мы помним, выражение официальные лица и так далее, это просто вот в кулуарах произошла встреча, так вот, именно из-за того, что Флэн об этом не сказал, не упомянул, его обвинили в обмане следователь ФБР, мало этого, его обвинили в обмане следователя в тот момент, когда с ним не проводили никакого официального допроса, дорогие друзья, вспомните, если вы помните всю ситуацию того, что происходило, значит, Коми вместе с Эндрюмом Кейбом и так далее, и вместе с Питер Страк, они сами связались напрямую с генералом и сказали ему, что у них есть пара вопросов, которые бы им хотелось от него получить ответы, это абсолютно неофициальная встреча, ему не нужны адвокаты, это чисто так, да, да, нет, нет, есть ответы, и слава богу, да, это было преподнесено под вот этим соусом, то есть генерал Флэн абсолютно не рассчитывал на то, что давая показания в Эдгрии, отвечая на вопросы, он дает официальные показания, потому что если бы он об этом был предупрежден, он бы это все делал в присутствии адвоката, он бы это все делал как положено и так далее, нет, он просто поверил, так как он военный, он не политик, он военный, он поверил людям на слово, и вот эта вера в людей его привела на судебную скамью и в обвинении, к обвинению во лжи, и Трамп, зная абсолютно прекрасно, что не было, он об этом знал изначально, и мы понимаем теперь почему, потому что действительно не было никакого сговора, никаких намерений, ничего этого не было, и Трамп абсолютно нормально по-человечески попросил Коми, слушай, ну, он генерал, полегче с ним, пожалуйста, и вот это послужило самой первой причиной так называемого в кавычках препятствия правосудию, следующей причиной послужило то, что Трамп в конце концов уволил Коми, причем он это сделал с подачи кого? Правильно, он это сделал с подачи Миккейл, с подачей то есть I'm sorry, не Миккейл, а Рад Разенстин, то есть Рад Разенстин написал в своей мему о том, что он считает, что да, было бы целесообразно уволить Коми, так как он сделал, что правильно Коми нарушил закон, а на закон он нарушил тем, что он государственные бумаги, информацию привилегированную слил своему товарищу, который потом эту информацию слил в средства массовой информации. Это вообще считается криминально наказуемым деянием. И Рад Разенстин, узнав об этом, то есть тогда, когда это все всплыло наружу, Рад Разенстин написал, что да, наверное, придется уволить Коми. И Трамп это и сделал. И вот это уже второе, вторая причина якобы его препятствия самосудия, правосудия. Дальше послужили следующие вещи, которые вообще не поддаются никаким обсуждениям, то есть никаким даже логики никакой. То есть вот те твиты Трампа, где он высказывал свое отношение к тому, что происходит, к тому, что он называл, например, вот Сэшенс, да, Сэшенс самоустранился по непонятным никому причинам. Но он самоустранился. И Трамп пытался призвать Сэшенс к тому, чтобы он опять вернулся во всю вот эту вот катавасию. И вот тем, что он якобы давил на Сэшенс, хотя он, мы же все понимаем прекрасно, человек является генеральным прокурором, который устранился и полностью передал бразды правления своему заместителю, который явно является антитрампистом. И Трамп просил Сэшенса, послушай, давай делай что-то, ну что это, что это за дела, ты самоустранился. Давайте примем звонок быстренько. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Спасибо за вашу передачу. Два таких мнения, у вас же как бы называют свободная трибуна, каждый может высказывать. Конечно. Во-первых, то, что я уже высказывал на вашем радио, по-моему, что это все выяснится, но не будет оглавлено, что это все пошло от вице-президента Франции. Он, как говоря, русским языком простым заложил Флина, все пошло оттуда. И второе, пока не будет эллиминейт вот это вот подозрение или саджескин, то есть решение, что Россия в чем-то там была, участвовала в этих выборах или что-то делала, ничего не изменится. Я понял. То есть надо начинать с этого. Иначе это все пройдет до 2020 года и это будет то же самое утверждение. Это все один большой заговор. Ну, я вам скажу так, насчет пенсии я не знаю. Оставайтесь на линии, пожалуйста. У меня есть к вам... Понятно. Окей. Тогда послушайте меня по радио. Значит, тоже в отношении пенса... Еще раз, я огромный любитель всяких конспирологий, но даже эта теорема, теория мне на голову честно не налазит. Ну, ладно. Но в отношении того, что вы сказали, что до тех пор пока не будет эллиминирована вот эта ситуация с Россией и так далее. Значит, я вам скажу такую вещь. Надо разделять две вещи пополам. Одна ситуация это то, что мы уже знаем четко, абсолютно четко и те, которые в это не верят, ну, нужно просто обратиться к психиатру, что не было никакого сговора с Россией. Все, на этом поставлена точка. Теперь, вопрос, пыталась ли Россия вмешаться в выборы Трампа, это совсем другой вопрос. и четко все понимают, что действительно Россия вмешивалась в выборы Трампа. Каким образом? Выставлялись вбросы в Facebook, выставлялись всякие вбросы в средства массовой информации, выставлялись там всякие непонятные статейки, написанные непонятно кем. то есть, вопрос того, что Россия пыталась вмешаться, это тоже не стоит. Он абсолютно известен в том, что да, Россия пыталась повлиять, но то, что она пыталась повлиять, не относится никаким макаром к тому, что говорили, что Трамп в сговоре с Россией. Понимаете? Две разные вещи. Это то же самое, что вы, вот допустим, я сейчас начну на ваши семейные дела, начну писать всякие идиотские вбросы в Facebook. И если вас обвинят в том, что вы в сговоре со мной воюете против вашей жены, вы понимаете, да, что это, если вы в этом не участвуете, то это просто, ну что, ну да, это вбросы. Но вы-то здесь ни при чем, так вот ваше неучастие уже доказано. А вот то, что я пытался сделать вбросы, это тоже в принципе никто с этим не спорит. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы сейчас уйдем на рекламу и потом обязательно вернемся.